Генеральный партнер информационного канала «Город» — фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Шикарная мебель любой сложности. Детские, гостиные, спальни. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Лепсия 12. Моет половики постельное белье и освобождает комнаты от лишней мебели. Все для того, чтобы разместить как можно больше паломников в своих домах. Жители Великорецкого начали полномасштабную подготовку к встрече Великорецкого крестного хода. Представители Вятской епархии, правительство области и администрация города сегодня рассказали о планах проведения самого масштабного события Кирова. Подробности в сюжете. Они уже постоянно идут, они уже не спрашивая идут. К приему паломников Левтина Гонина уже готова устроила небольшую экскурсию по своему дому и приусадебному участку в селе Великорецком. Чтобы было понятно, как в этих небольших комнатах может уместиться человек 30, а то и 40. Все сюда ложатся. Все. На кровати, на диване. Тут сколько вмещается? У меня человек тут 15 бывает. По двое человек на полу. Здесь все везде для паломников. Это я все убираю, стул я убираю. Еще одна холодная комната и романтичный, как сама выразилась, сеновал. Романтика, вот у меня все они. Сейчас живут все эти специальные мешки. И вот это все у меня люди. Последние три года к Левтине Гониной приезжают одни и те же. Уже позвонили снова и предупредили, что приедут в полном сборе. Уже предупредили человек с 30 и соседку Галину Кожемякину. Вообще это поправляет. По факту, как всегда, будет больше. Специально для такого случая в доме обустраивают дополнительную келью. Вот мы хотим сделать пока временную келью. Видите, только сейчас окно вставили. Хотим обшить. Досками заказали, нам подвезут и ДВП, обойки. И все утверждает абсолютно безвозмездно. Но разве что часть гостей обещали приехать заранее и помочь по хозяйству. Такой баш на баш. А пока большая стирка специально для паломников. Чистыми, уверенно, должны быть и половики, и постельное белье. Кому понадобится. Привез. Вообще, к приезду многотысячной толпы верующих, рассказывает Галина Кожемякина, тут в селе готовится очень заранее и почти все в округе. Само собой, местный магазинчик. Три дня есть на то, чтобы сделать запасы для 30 тысяч паломников. Колбасу, как обычно. Мороженое. Хлеб. Овощи, фрукты. Ну, все то же самое. Молоко. Как в обычных магазинах. Кульминацией Великорецкого крестного хода станет, как и всегда, божественная литургия в самом селе Великорецком. Тысячи паломников становятся здесь уже 5 июня, в воскресенье. И кроме местных жителей, к приему такого количества гостей готовится и местный храм. На здании храма высотники ремонтируют крышу и красят фасад. У здания прихожане занимаются газонами. Божественная литургия, самые центральные события всего хода, состоится здесь 6 июня, в понедельник. Сами паломники в это время обсуждают только вопросы в группе в соцсетях. Есть ли попутчики из Москвы и стоит ли идти в сапогах или как договориться о ночевке в Великорецком. Присоединиться собираются в этом году инвалиды-колясочники. Только обособленные группой и по своему собственному маршруту, чтобы можно было передвигаться на специальных велосипедах. Кстати, на обратный путь организаторы в этом году хотят потратить на один час меньше времени, чем раньше. Сокращается время одной из стоянок уже в Кирове. Остановка в храме Вера, Надежда, Любовь и Матери к Софии также не запланирована. То есть паломники будут проходить мимо этого храма, а остановки в храме не будет. Это связано с тем, что в храме сейчас идет ремонт лестниц, парапетов. Виталий Лапшин сегодня призвал паломников обязательно рассчитывать свои силы и идти только в том случае, если нет противопоказаний или рисков для здоровья. А еще призвал относиться к крестному ходу именно как к церковнослужению, а не туристическому походу. Прошлые годы заставили сказать об этом. Тем временем представители правительства области и администрации города заверили, уже начали делать все для того, чтобы долгий путь был безопасен для паломников. Как обычно, на дежурство заступит бригада скорой помощи, полиция, МЧС, будет обеспечен подвоз воды, общие палатки, переживает пока только из-за клещей. Для этого организовали даже паломнические пункты исследований насекомых. Дополнительно у нас можно будет, не дай бог, укусить клещ в селе Бобино в ФАПе и в самом Великолепском на базе кабинетов врачей общей практики и ФАПов сдать клещей на анализ. Сегодня, кстати, городская администрация распорядилась повторно обработать от клещей место изначального сбора паломников в стадион Трудовые резервы. 30 или даже 35 тысяч паломников начнут свой путь 3 июня от Трифонового монастыря по улице Ленина и по традиционному маршруту до села Великорецкое. Возвращение Великорецкого крестного хода запланировано в среду, 8 июня. В связи с перекрытием движения в эти дни на улице Ленина и профсоюзной через Старый мост, кировчан-организаторы просят заранее выбирать маршруты движения. Артем Паникаровский, Сергей Самойленко, информационный канал Город.